Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Компанию, которая строит космический центр, могут признать банкротом. Соответствующее заявление поступило в арбитражный суд области. Кировский СССР требует банкротства компании «Страмит» директором и совладельцем которой, кстати, является бывший глава городадминистрации Дмитрий Драный. Как сообщает портал Ньюслер, Кировский сельский строительный комбинат поставлял «Страмиту» строительные материалы, за которые последний не расплатился. Сумма задолженности не разглашается. Напомню, на строительство детского космического центра постоянно не хватает денег. Из-за этого срок сдачи объекта, изначально намеченный на конец 2016 года, уже несколько раз переносился. На днях власти региона пообещали, что космический центр построят к концу этого года. На это выделят 18 миллионов рублей из областного бюджета и 95 миллионов из резервного фонда правительства России. Дайджест недвижимости Вместо дома в Москве можно снять 3 в Кирове или 23 в Забайкалье. Специалисты портала недвижимости «Мир квартир» посчитали, сколько стоит аренда индивидуального жилого дома в разных регионах страны. Самая высокая цена в столице – 143 тысячи рублей. Следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург. В десятки лидеров также такие привлекательные для туристов регионы, как Краснодарский край, Карелия, Калининградская область, Севастополь. Самая низкая цена аренды дома в Забайкальском крае – 6 тысяч рублей. Киров оказался на 22-м месте из 68. Месячная цена аренды дома в нашем регионе в среднем составляет 46 тысяч 800 рублей. Это на 9 тысяч больше, чем в среднем по стране. Стоимость аренды домов по стране за год снизилась на 1,3%. В Кирове же возросла на 3%. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости